Всем привет! Это программа Велопилот и я ее ведущая Екатерина. Поскольку в Днепропетровске велосипедные движения стремительно набирают обороты, имеют уже даже свой особый стиль и лицо, возникла необходимость создания телевизионного проекта с участием профессионалов, новичков и даже тех, кто только собирается садиться на велосипед. А начнем мы с новостей и событий, подробности о которых вы сможете узнать на сайте bikeportal.org.ua. А нам с вами пора. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проект создания краски мостит название LifePaint, но с технической точки зрения. Это не краска, а смывающийся спустя 10 дней после нанесения материал. Он остается полностью невидимым до момента воздействия посредством света фара автомобиля и призван обеспечить более высокий уровень безопасности владельцев двухколесных средств передвижения. Новое колесо Softwell за счет встроенной подвески амортизирует неровности на дороге и без неудобств для велосипедиста или человека в коляске позволяет преодолевать лестницы и бордюры. В основу Softwell легла симметричная и селективная технология, при которой удары поглощаются самим колесом за счет трех цилиндров под давлением. Центральная ось при этом остается на месте. Таким образом, колебания и удары не доходят до самого транспортного средства, а значит пассажир практически не замечает их. В модельном ряду компании GT появилась новая модель велосипеда GT Galeon. По словам создателей, велосипед предназначен для кросс-кантри и призван восстановить традиции гонок по пересеченной местности. Велосипед оснащен фирменной подвеской AOS с ходом 110 мм и колесами популярного на сегодня размера 27,5 дюйма. Биполярное расстройство личности, попытки самоубийства, покорение часового рекорда езды на велосипеде, инноватор и панк в душе, велосипедист по прозвищу «летучий шотландец» – история Грэма Обри. Дальше. Грэм родился в городе Нунеатан в Шотландии. С детства он страдал биполярным расстройством психики. В юношестве он пытался покончить жизнь самоубийством и был спасен отцом, заставшим его. Уже в юношестве он увлекся велоспортом. В 1993 и 1995 годах он стал победителем на чемпионате мира в индивидуальной гонке-преследовании. Неоднократно одерживал победы и устанавливал рекорды в 25 и 50-мильных британских гонках. Но основное свое внимание Грэм Обри сосредоточил на побитии рекорда в часовой гонке на треке. Обри сам изготавливал рамы для своего магазина и лично сделал свою рекордную раму. Вместо обычного трекового руля он использовал прямой руль в стиле МТБ. Грэм поставил его ближе к седлу и опирался на руль грудью, прижимая локти к корпусу, как на лыжах. Вдохновившись плавной работой стиральной машинки при 1200 оборотах в минуту, Грэм убедился в качестве подшипников и барабана и использовал их в велосипеде. 16 июля 1993 года на норвежском велодроме Викинг Скайпет совершает свою первую попытку побить рекорд, но она заканчивается неудачей. До рекорда не хватило расстояния около километра. Поскольку трек был арендован на сутки, Грэм решает повторить попытку на следующий день. В этот день он ставит новый рекорд, проехав за один час расстояние 51 километр в 595 метров на треке. Путешествовать можно не только самолетом, автомобилем, поездом, но и велосипедом. Как это происходит, расскажет наш гость. Ну, изначально нужно правильно выбрать раму, правильной ростовки, когда покупаете велосипед. В любом магазине вам правильно должны подсказать, как правильно. Значит, в данный момент я взял велосипед наугад первый, это 18-я рама. Она, в принципе, и моя, и есть рама. Попробую, как правильно выставить посадку. Ну, стоит примерно как мне надо, может быть, чуть выше. Я попробовал, я едва-едва достаю носочками землю. Это, ну, теперь я пробую пяткой. Я пяткой должен свободно доставать до педали. Как видите, у меня пятка пролетает. Значит, мне нужно ориентировочно хотя бы сантиметр опустить сиденье. Вот я ориентировочно около сантиметра опустил. Пробуем далее. Теперь у меня пятка стоит свободно. Я должен свободно поставить пятку. Точно так же можно взять за стенку, за что-нибудь, и попробовать, чтобы провернуть педали назад, чтобы бедра не двигались вперед. Бедра стоят на месте, я свободно ставлю пятку. На самом деле мы крутить будем-то не пяткой, а крутить будем носком. Пяткой я едва достаю, а когда носок ставлю, у меня уже есть определенный угол. Этот угол очень важен, потому что когда мы додавливаем педаль внизу, то у нас здесь делается такое движение за счет стопы. А стопа очень сильно, за нее отвечает икроножная мышца. И мы додавливаем очень важные сантиметры в самом низу. Вот. Я от него, так сказать, легче от посадки. Вот. Как правильность ставится сидение? Вот сейчас, в данный момент, у меня сидение стоит не очень правильно, потому что у меня нет легкого оттеготения вперед. Я сижу почти прямо. Севшую седло, у вас должно быть легкое оттеготение вперед. У меня сейчас оттеготения нет. Это означает, что я должен отпустить здесь центральный болт и сидение подвинуть хотя бы на сантиметр, отодвинуть назад. Вот. Существует мнение, что посадка, вернее, рамы выбирается так, чтобы вам не доставало до промежности. Я считаю, что не очень правильно, потому что если вы вдруг упадете с велосипеда на ходу, а велосипед будет ехать, то ваши ноги куда-то туда утянет, и все равно будете на промежности болтаться на этой раме, как бы она низко ни было. Поэтому это не столь важный элемент. Рамы отличаются не только высотой, они отличаются еще и длиной. Поэтому, купившую раму больше ростовки, чем надо, она может вам быть не только высокой, а может быть и длинной. То есть руль у нее будет длиннее. Ну, хотя можно это регулировать за счет того, что бывает выноса разной длины. Здесь в данный момент где-то 90 мм, а выноса бывает от 60 до 140 мм. Если это спортсмены, то спортсмены пытаются выдвинуть как можно дальше, потому что у них низкая посадка. Они даже этот вынос переворачивают. Как видите, у этого выноса в данный момент он стоит вверх. Но мы можем его перевернуть, и тогда этот угол будет в обратную сторону. Почти все спортсмены предпочитают быть ниже. Почему ниже? Потому что это меньше сопротивление воздуха. А обычные обыватели, катающиеся по паркам, им хочется более-менее комфортную посадку. Поэтому обыватели ставят короткие выноса и вверх, чтобы чувствовать себя комфортно, а спортсмены вниз. А как правильно? Наверное, каждый должен сделать для себя так, как ему удобно. А в процессе катания, в процессе приобретения опыта выставить себе уже окончательную посадку. Например, когда я выступаю по ветеранам, то у меня посадка длинная и высокая. А когда я езжу по ходу, я этот вынос убираю и ставлю себе коротенький. Так мне комфортно ездить на длительные расстояния. Редактор субтитров А.Семкин